В сиянии появляется юный Аполлон, чтобы сообщить Вулкану о любовной связи Венеры и Марса. Сцена происходит в пыльной кузнице, освещенной вспышками огня в очаге и раскаленным железом в присутствии четырех работников. В этом случае античный эпизод переносится в современную обстановку с реальными кузнецами. Такое развенчание мифа типично как для самого Валаскеса, так и для испанских поэтов и писателей его эпохи. Созданная в Риме, как и туника Иосифа во время первой поездки в Италию, картина быстро оказывается в Королевском собрании в Мадриде. Это работа одна из наиболее итальянских и по своей новой глубине пространства и по трактовке фигур, которые небезырой не принимают классические, прямо-таки микеланджеловские позы и по краскам, нанесенным по-венециански свободными мазками. Почти нет сомнений в том, что прекрасная студия головы Аполлона, небольшое полотно, датируемое 1630 годом, действительно является подготовительной работой Валаскеса для изображения профиля Аполлона. Валаскес обращен и к старым мастерам, и к своим современникам, наводнившим в эти годы Рим. От Гуэрчино до Рени, от Пуссена до Пьетро де Картоне, от Ланфранко до Джентилески, вплоть до последователей Бамбочо, отдавая предпочтение классическому направлению. Возможно, что первая идея этой композиции была навеяна гравюрой Антонио Темпесты, кузница Лукана, к метаморфозам Авития, получившие в Валаскесе развитие и новое воплощение. Субтитры создавал DimaTorzok